Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня с рабочим визитом в нашу республику прибыл заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. Он посетил самую эффективную сельскохозяйственную площадку. Проект сады Карачаева-Черкесии реализуется в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года. В ходе встречи гостям провели экскурсию, рассказали о сорте груш и яблок, о предполагаемом урожае, насколько этот проект необходимо развивать в нашей республике и что для этого нужно. Альбина Ламкова из Адыгихабльского района. В 2017 году в республике была принята программа по возрождению на территории Карачаева-Черкесии промышленного садоводства. И тогда же осуществили закладку сады Карачаева-Черкесии. Яблоки и груша здесь вкусные. А чтобы в этом убедиться, их нужно обязательно попробовать. Да и для выращивания этих фруктов Адыгихабльский район выбран не случайно. Тут благоприятные климатические условия для их созревания. И еще площадь под сады внушительна. Она составляет более 200 гектаров. А для того, чтобы защитить фрукты от града птиц и получить гарантированный урожай без потерь, весной этого года в садах над деревьями натянули сетку. Сейчас полным ходом идет субор урожая груш. Яблоки уже убрали. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутник вместе с главой республики Рашидом Тимризовым прошел по грушевой аллее сада. Здесь полного созревания фруктов не ждут. А все потому, что груши можно хранить даже без холодильника больше двух месяцев. Прекрасный аромат фруктов и высочайший товарный вид. Но при этом вкусовые качества плода отменны, уверяет председатель совета директоров сады Корчаева Черкесии Айдын Ширинов. «Химии там нет. Червяк, мы ему не дадим залезть. Мы его на подступах, скажем так, боремся с ним. Нет. А сейчас же, знаете, я вам хочу сказать, очень простые технологии. Например, феромонные ловушки мы ставим. Они сбивают, скажем так, феромонные ароматы вредителям, и они просто уходят в другое место». Все плоды аккуратно срывают, чтобы дольше хранились. А те, которые все же упали, идут в переработку. Из них готовят пастилу, суши, чипсы фруктовые. Затраты на развитие садов Корчаева Черкесии уже превысило чуть больше миллиарда. Юрий Трутнев поинтересовался, оправдывают ли средства для дальнейшего процветания хозяйства. И каков будет доход в будущем. «Если налоги мы оттуда вычтем, ну вот затраты...» «Налоги и затраты, потому что тут же еще хранять и обрабатывать...» «Нет, вот это я беру чисто вот до, без очистки налогов, где-то около полмиллиарда. Но после налогов это где-то миллиардов, миллионов 300, 270 вот так остается. Мы же еще плательщики НДС на фруктах, да. «Ну если у вас получится...» «Я думаю, что мы...» «Процент на вложенный капитал». «Да». «Хороший капитал». Далее Юрий Трутнев поинтересовался. Если государство предоставит кредит, затем субсидирует кредитную ставку. Можно ли будет реализовать и развивать этот проект на таких условиях? «Юрий Петрович, вот вопрос, да, я понял ваш вопрос. До трех процентов, в принципе, это проходная история. То есть вот если мы сейчас найдем кредитный ресурс для республики в пределах 2-2,5%, то появится новый инвестиционный проект». Юрию Трутневу рассказали, что работа в развитии садоводства в Карачаево-Черкесии идет эффективно. В республике в этом направлении запустили госпрограмму. В ней участвуют четыре района. В них создали кооперативы и заложили мини-сады интенсивного типа с системой капельного орошения. «Расскажи, пожалуйста, про нашу программу, которую мы внедрили в республики по личным подсобным хозяйствам и по обучению». У нас, смотрите, вокруг сада выросло две истории. Первая – это образовательный проект, где мы учим и переподготавливаем уже готовых специалистов. Не только там из ближайших районов, с колледжа, но и со всей республики, даже с других регионов, где здесь они проходят обучение. И вторая история – по многочисленным просьбам наших работников, которые начали у нас просить саженцы домой, мы разработали совместным с Мичуринским федеральным научным центром, разработали программу «Интенсивный сад для личных подсобных хозяйств». И на 10 сотках в республике уже заложили больше ста таких садов. Наша республика по факту стала грушевой столицей России. Это единственный сад в стране с грушами. Здесь применяют современные технологии. Высадка и выращивание при таких условиях дает большой урожай с прекрасными вкусовыми качествами плода. Но для хозяйства в данный момент необходимы холодильные камеры. Ну и, Юрий Петрович, преимущество денег корпораций только в том, что они именно дают толчок запуску любого инвестпроекта, не дожидаясь собственного капитала. Мы подумаем вместе. Может быть, какие-то гарантии субъекта какие-то, чтобы эти проекты... Если будут гарантии субъекта, я вообще никаких проблем не вижу. Вот мы здесь с главой от первой закладки первого деревца до первого урожая постоянно он видит всё. На самом деле у нас не было три года назад. Помимо этих садов всё начали расти уже порядка по тысячу гектаров садов. Ну, потому что всё... Затем делегация направилась на выставку сельскохозяйственных продуктов. Среди товаров были и молочные и колбасные изделия от известных фирм республики. Овощи, выращиваемые на территории Корчаева-Черкесии. Питьевая вода, которая завоевала популярность не только в нашем регионе, но и в стране. А целебные варенья, настойки из сосновых шишек и сбор чая доставили из самого курортного Дамбая. Представленная продукция составила свыше 50 наименований. А ещё на выставку привезли домашних животных и рыб. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Адыихабльский район. Затем Юрий Трутнев и Рашид Тимрезов осмотрели готовящийся к открытию самый крупный стадион в Карачаево-Черкесии. Нарты спортивный комплекс «Юбилейная». А также посетили выставку декоративно-прикладного искусства. Мадина Каракетова далее. Заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева и главу Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова показательными выступлениями встретили юные легкоатлеты. Лёгкие, стремительные, как стрелы охотника, юноши и девушки за секунды преодолевают заданные расстояния, удивляя своей быстротой. Они первые оценили новое покрытие беговых дорожек обновлённого стадиона «Нарт». Рашид Тимрезов, заядлый футболист в юности, поделился с федеральным гостем своими воспоминаниями о тренировках на этом же самом стадионе, в годы его детства и юношества. Мы, прежде чем начать тренироваться по футболу, мы час опилками посыпали в поле перед каждой тренировкой. Это только потом, наценируйте. Рашид Тимрезов не понаслышке знаком с неудобствами, вызванными отсутствием нормальных условий для занятия любимым видом спорта. И, возможно, поэтому республика приняла в своё время решение участвовать в федеральной целевой программе развития физкультуры и спорта в России при софинансировании её из бюджета Карачаева-Черкесии. На сегодня стадион значительно преобразился. За всё время эксплуатации стадиона «Нарта» — это более 40 лет — такого масштабного ремонта здесь не проводили. Реконструкция началась в 2017 году, и за эти годы здесь проделана огромная работа, начиная с замены зрительских секторов, беговых дорожек, строительства новых спортивных залов и до создания всех необходимых условий для тренировки футболистов и легкоатлетов. Говорят, что всё в соответствии с мировыми стандартами, поэтому на «Нарте» можно проводить мероприятия любого уровня. Рашид Тимрезов и Юрий Трутнев осмотрели стадион. Современное футбольное поле вместо опивок, которые когда-то приходилось сыпать будущему главе республики, и его футбольной команде имеет качественное покрытие и новую дренажную систему. Зрительских мест — 10 тысяч. Кресла заменили на более красивые и удобные. Стадион в ночное время качественно освещается. Появилась площадка для волейбола и баскетбола. Значительные изменения претерпел и крытый манеж для легкоатлетов. Заслуженный тренер Карачаевой Черкесии по лёгкой атлетике с 30-летним стажем Галина Бурнишова не может нарадоваться. Раньше мы тренировались на этом же стадионе, в этом же манеже, но покрытие было ужасное. Дети получали травмы от покрытия. И на стадионе тоже было ужасное покрытие. Не хватало оборудования, барьеров, прыжковой ямы. Ну, колодок не хватало, которые вот стоят новые. Но проводили соревнования, как бы было не очень комфортно. Мы настолько рады, что нам сделали вот этот новый манеж, новый стадион, новое беговое покрытие. Полностью укомплектовали стадион оборудования. Галина Бурнишова рада и тому, что желающих заниматься лёгкой атлетикой с обновлением стадиона стало гораздо больше. И они с нетерпением ждут стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы возобновить работу и продвигаться к новым спортивным вершинам. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов также осмотрели дворец спорта юбилейный. Директор Ярослав Щекланов ознакомил гостя с инфраструктурой и графиком работы спорткомплекса. А юные бойцы Кокусенкай выступили с показательной программой. Далее гостей пригласили совершить экскурсию в историю народов Карачаева-Черкесии через декоративно-прикладное искусство. Мастера раскрыли Юрию Трутневу древние секреты народных промыслов. На очередное мероприятие, серьезное совещание по социально-экономическому развитию Карачаева-Черкесии, заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев уехал в отличном настроении, вдохновленный, увиденный красотой и чуть ближе узнавший горцев. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. Итогом рабочей поездки заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева в республике стало совещание по социально-экономическому развитию Карачаева-Черкесии. Оно прошло вечером в поселке Хромантик. Подробности расскажем завтра в наших информационных выпусках. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике 7 514 человек. Из них 4 921 выздоровели, госпитализировано 450. Депутат Государственной думы Расул Баташа совместно с руководителем Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Николаем Щепкиным провели прием граждан в Черкесске. О том, с какими вопросами, жители обратились, расскажет Руслан Джукаев. Ставшая уже традиционной встречей граждан с депутатом Государственной думы Расулом Баташевым, на которых граждане обращались со своими проблемами, на этот раз проходила в здании Следственного комитета Карачаева-Черкесии с участием руководителя комитета Николаем Щепкиным. Вопросы были самые разные, начиная с выделения делянки до получения жилья воспитанниками детского дома. Встала я в очередь на жилье только в 2014 году. Стою уже 7 лет в очереди, мне сейчас 27. И они говорят, что еще лет 10 я точно не получу жилье. То есть финансов нет, финансирования нет. Мы тебе никак не можем помочь, что мы можем сделать. По обращению Анастасии Канавченко, в режиме реального времени сделали запрос соответствующие органы и получили информацию о продвижении очереди. Вопрос также был взят под личный контроль руководителя Следкомитета и депутата Госдумы. Мы, наверное, по вашей ситуации поглубже немножко разберемся, запросим, как двигалась ваша очередь с момента постановки, в какой вы сейчас находитесь в стадии. И, к своему мнению, обозначим республиканским властям, что о 10 годах там не может быть речи. Понимаете, если каждый год по 60, то в следующем году должны получить. Ранее работа по обращениям проходила только при участии депутата Госдумы. Исходя из тематики проблемы, он делал депутатские запросы в соответствующие органы власти. Сейчас формат был чуть изменен. Так как у депутата Государственной Думы есть возможность только обращаться в те или иные органы. И я благодарю Николаю Вячеславовичу за взаимодействие. Несколько вопросов, которые сегодня подходили граждане нашей республики, я думаю, будут разрешены в кратчайшие сроки непосредственно с помощью Следственного комитета и руководителя Николая Вячеславовича. Считаю, что такую практику будем продолжать и с остальными федеральными органами. Измененный формат встречи позволил уже на месте решить ряд обращений. Николай Вячеславович в рамках своих полномочий уже дал ряд распоряжений рассмотреть вопросы, по которым обращались жители республики, что значительно ускорит время рассмотрения отдельных вопросов. Часто мы принимаем людей по вопросам, не относящимся к компетенции Следственного комитета. Это по обычным бытовым, каким-то жилищным моментам. Поэтому, когда совместнее проводятся приемы, быстрее, яснее, четче могут решиться поставленные гражданами вопросы. Это очень правильная, полезная практика. Думаю, ее надо развивать. Надеюсь, что это войдет в хорошую нашу традицию, в дальнейшем такое взаимодействие. Руслан Жукаев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Спаская».